Так, я с братаном пришел. Деньги. А просто набьют морду, потому что, ну, просто взяли и набили. 90 мне, 10 тебе. Красавчик, а? Тоже бесплатно? Тоже бесплатно. Мудак конченый. Вот это вот поворот. Тоже щетчетка сидит. Ну, братан-то, да, держись. По случаю поднялся, скажем так. Латарский вариант. Да, давай мы лучше с собой в проекты пользуемся в Казани, а? Наш сериал под названием «Бизнес-акселератор» набирает обороты. Мы хотели снять несколько серий, рассказать про то, как мы отбираем наших будущих партнеров. А тут один за одним какие-то интересные, прям невероятные заявки от ребят, которым требуется финансирование. Сегодня мы приехали в Тату-студию. Я любитель входных групп, эксперт, можно сказать. Кто-то по кухням, кто-то по женщинам. Я по входным группам. Ну, вот слабая входная группа, согласитесь. То есть, вот эта вот вывеска, вот можете прямо сейчас притормозиться, нажать на паузу и написать. Вы что-нибудь здесь понимаете, что здесь написано вообще? Вот так вот близко. Здесь расстояние 5 метров. Я отойду на 20, там вообще ничего не будет. Это к вашему вопросу. Какая у вас вывеска? Как ее можно увидеть, читать? А тут так ничего вроде. Привет, мужик. Здравствуйте. Тебя как зовут? Андрей. Ты тату-мастер. В прошлом. И типа сейчас поднялся? Сейчас поднялся. И типа хочешь качнуть бизнес? Очень хочу. План такой, времени мало. Коротко показываешь, что из себя представляет этот бизнес. Дальше рассказываешь об экономике. И мы с нашими зрителями принимаем решение, вкладывать сюда бабки или нет. Хотя я вот по-прежнему считаю, что инвестировать деньги инвестору именно, который хочет быть пассивным, в человеческий капитал вообще слабая позиция. Ну, сбрыкнет Андрей, скажет, слушай, я ничего не хочу больше, и все, и привет. Ну, что ты там, кулер заберешь, что ли, у него? Ну, смешно. Хотя риск благородное дело, и предприниматели, и все д'Артаньяны. Правда? Давайте, поехали. Тебе сейчас включай микрофон и делаем обзорную экскурсию по твоему тату-салону. Так, тебе сколько лет? 25. Давно занимаешься этим бизнесом? 5 лет. В смысле, 5 лет ты владеешь вот этим тату-салоном? Да, недавно сделали большой вот этот апгрейд, а до этого он выглядел совсем иначе. Слушай, у тебя вот этот вот питон какой-то, желтый? Питон-альбинос. Ну, вот этот вот змея уже вывозят. Да, здесь у нас еще есть одежда, которую мы сами делаем. Это наш мерч, калашников Tattoo Family. Есть вот такая татарская паук, птицеед. Вот здесь его с этой стороны видно, можно смотреть, вот с этой. Вот так можно смотреть. Ну, воробья не сожрет. Воробья не сожрет. Но мышку один раз маленькую съел. Ну, вот здесь круто оформлено. Ты делаешь мерчуху, я вижу. Да, мы ее продаем и разыгрываем. Есть разные вот эти три варианта. У тебя инстаграм, да? Да, у нас инстаграм, сайт, все. У нас есть тикток, телеграм-канал. Да, инстаграм 30 тысяч подписчиков. Нормально. Это? Это тоже каллиграфию расписали, битвы подарили клиентам. Это мы, помните, снимали Самата? Аборит, у него кальяна уйдет. Да, в твою. А, да. Так, я с брата, ну, пришел. Давай, не пугай кого здесь. Так, еще у нас в общем клиенты... Короче, ты любитель вот этих вот едов. Да, мне очень нравится, я купил ее в соусницу вот в такой. Ну, понятно. Тебе нравится, и это еще и на работе, да? Постоянно она популярнее всех нас. Постоянно все клиенты снимают в инстаграм. Я сейчас ее тоже сниму в инстаграм. Все договорись. Есть у нас еда, потому что сеансы длительные у людей. Пошли, короче, ты мне не будешь рассказывать какой-то крутой, ты мне быстро покажешь свой этот салон и рассказываешь экономику. Зона ожидания там же, нет? Здесь вот ботинки грязные твоих, наверное, сотрудников. Да. А? Да. Это зона ожидания клиентов. Это же, по-моему, ботинки грязные, ты красотой. Да. Рабочая зона, фото-зона здесь работает. Вы не понимаете, мы поснимаем, ребят? Нормально? Разработают ребята, здесь мы фотографируем работы уже. Подожди, время 9.20, это вот клиенты? Мы просили пораньше. А, чтобы здесь движуха была? Красавчик, а. И подумал раз, во-вторых, честно сказал два. А сколько у тебя рабочих мест? Семь. Здесь и на втором адресе. Семь тату-мастеров, да? Семь. У нас тату-мастеров больше. Некоторые мастера совмещают с рабочим местом. Ну, понятно, они из одного салона в другом. Другой? Да, под другом. Салона генерят. А, нет, только в моем. У них они на контракте работают, они не могут где-то еще работать. А, у тебя все мастера работают только у тебя? Да. Я просто слышал, что тату-мастера бегают по тату-салонам, а тату-салон это такие большие воронки продаж, куда просто падают клиенты, ну, там, ну, лидогенерятые, да? Ну, мы с такими пытались работать, но они безответственные в основном люди. Ты загружаешь 7 мастеров ежедневно? Да, один клиент где-нибудь 100% есть. Круто. Можно где-нибудь полазить, посмотреть, чтобы, ну, там, понять, сколько стоит что-то сделать, там, какая-то экономика? Так, что именно про оборудование сказать или про цену татуировки? Ну, вот про стоимость. Минимальная стоимость у нас 3000 рублей, средняя стоимость, средний чек 5000 рублей. Сеанс длительностью 6-7 часов 10 тысяч рублей. Недорого. Ну, как недорого? Себя портить, как недорого. Ты что? Я себе под дурью нанес татуху, честно говоря. На плече у вас. Да, да, я его ввожу, все, хожу. У нас тоже есть лазер для удаления здесь. Можем вам стрельнуть. В одном, в принципе, бизнес. То есть у тебя здесь 7 мастеров. Да, у нас два адреса, еще второй на Волково, там 4 рабочих места. Пошли в второй зал. Здесь расходники у нас, компьютер, печать. Здесь тоже татуировки мастера, да? Да, тут получается 3 рабочих места, 4 удаление. Удаляем татуировки. А сколько стоит удалить татуировку, которую ты делал 7 часов? Ну, это будет, наверное, 1040-1050. А на сколько стоило? Может, 1010. Вот теперь вы понимаете, да, нюансы? Ну, удалять еще намного больнее. А там что? Там у нас пирсинг. Дырки еще делаете? Да, 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 все делаем. Можно любой пирсинг сделать вообще. Вот нам Мурат расскажет, он пирсер. Нет, мы слушать не будем, потому что у нас же влог серии Акселератор, мы не разбираем бизнес. Мы просто смотрим, мы приходим в гости, смотрим, что у тебя за действие. Я вижу, у тебя очень круто. Спасибо. Вот из всего, я отвечаю тебе очень круто. Вот прям очень круто. Я дизайн рисовал полностью, все, мы пол даже разбирали, допроводки все. Это арендная у тебя? Да, к сожалению. Да, почему к сожалению? Ну, все же это обращение. Ну, ничего страшного. Это не чужое твое, пока ты платишь аренду, никто отсюда тебя не толпит. Да, у нас договор. Да, я к тому, что многие вообще предприниматели стремятся и говорят, блин, надо купить свое. А это вообще не факт. Сейчас аренда выгоднее, чем купить. Вот ты просто, ты же умный парень, посчитай. Стоимость такого помещения, здесь сколько квадров? 150. А, какой 150? Здесь 10? 110. 110? Очень классно сделано. 110 квадратных метров, вот в этом месте, вот так вот на первом этаже, будет стоить, я думаю, в районе 20-ки, 18 миллионов. По мне, может быть. Ну, ты не знаешь? Не уточнял. Ну, я тебе могу сказать. На 5 лет раздевай, сколько ты будешь платить. И у тебя получится, что там арифметика простая, покупать не надо, потому что, ну, ладно, это другая история. Это все бесплатно. Вообще все бесплатно. Че, чупа-чупся? Да, не забиваешься, значит. Слушайте, вот, блин, молодец, красавчик. 25 лет, 25 же? 25. А вот шарит, да? Я же говорю предпринимателям, не жадничайте для своих лет. Ну, сколько стоит этот чупа-чупс? 80 рублей, наверное, стоит. 18. А, да. 18. Я просто не ехали, не знаю. 18 рублей. Слушайте, ну, приятно, проходишь. А что такое? А это чупа-чупс вам. Держи. Раз, все, взял. Первый контакт есть, все. Ну, уже по-другому. Это что такое? Это круассан. Тоже бесплатно? Тоже бесплатно. Не успел по завтраку, приходи. Ну, сколько он? 30 рублей, наверное, стоит, да? Да, где-то так. Ну, чай, кофе, уж вообще-то там. Напитки тоже газированные есть. Бесплатно? Тоже бесплатно, честное слово. Ну, братан, да, держись. Это для Лехи. Это для Михи. Младший, это тебе. Ну, и мне тогда. Операторам раздать еще. Так это я им говорю. А, да. По точкам. О, блин. Ладно, ну, классно. Я, банка стоит 80 рублей точно. Нет, 34. А, блин, я все позаботал. Я все, я, ну, честно говоря, я же магазин. Ну, я оптом покупаю просто дешевле. Красавчика, блин. Так, ты, мне кажется, что ты очень интересный человек. У тебя, ну, подход, конечно, такой интересный. Для чего тебе нужны деньги? Сейчас самый главный вопрос, да? Значит, что, хочу. Здесь у нас в Казани все нормально. Если на улице подойдем, 10 человек спросим. Они по-любому кто-то, 8 из них про нашу студию будут знать. С рекламой у нас все прекрасно, все хорошо в этом городе. Интересуют наши набережные Челны. Ульяновск, возможно. И очень сильно хочу заняться одеждой. Подожди, ты хочешь открыть тату-салон в другом городе? Да. Ну, открою, в чем проблема? Деньги нет. Ну, здесь все, что зарабатываем, вы сейчас увидите, там, бумажки, отчеты. Все, что зарабатываем, все тратим. Я очень много, вот даже вот это все, оно постепенно появляется. Сейчас хотим делать летние коктейли еще, прохладительные напитки, там, со льдом. Продалил генератор купить. То есть улучшаемся, улучшаемся. Давай так, у тебя выручка в Казани какая? Ну, миллион. Вот с одной точки? Да. С двух точек у тебя сколько выручки? Миллион триста. Вторая не такая раскрученная, да? Четыре рабочих места, и мы там в основном места сдаем в аренду мастерам, которые приезжают к нам в город по работе. А прибыль сколько остается в этом бизнесе? Вы в какой процентовке работаете? С мастерами? 50 на 50. При выручке, там, миллион здесь, тебе остается твоя часть 500 тысяч, на 500 тысяч ты платишь аренду, расходники, содержишь рецепцию, какие-то вещи, и остается тебе немного, по факту. Примерно 100-120 тысяч, к сожалению. Почему, к сожалению, тебе всего 25? Больше хочу. Это молодец, это, ну, на самом деле, опять, вот предприниматели, очень многие, ну, молодежь особенно, да, это хочу, то хочу, все хочу. Это же все, это все будет, это все будет, это как, ну, там, начать секс и сразу закончить, а сам процесс-то не менее интересен, да, то есть, зачем вы бежите сразу, там, за результатом, и думать, блин, вот это хочу, то хоть, круто то, что у тебя вообще есть свое дело, круто, что ты вообще уверенно разговариваешь, ты понимаешь вообще, о чем ты говоришь, и у тебя есть какие-то планы, вот это классно. И когда, вот предприниматели очень часто, вот, ноги спотыкаются на том, что начинают масштабироваться, и на кон ставят все. Это, блин, настолько необдуманно. Он годами создавал какой-то микробизнес, чтобы его дальше-дальше растить, он на кон ставит, играю на все, и просирает, так и просирает все. Поэтому, ты, конечно, молодец, что образился бизнес-касселератор, ты хочешь сыграть не на своей, как я понимаю, но, блин, 120 штук это кисло. Ну, то есть, на чем мы с тобой будем делить? Ну, вот, по факту. Ну, мы же вырастим, будем больше зарабатывать. Нет, вот, смотри, вот это самая раскрученная у тебя точка. Да. Которая 5 лет. Да. 5 лет. Вот так она выглядит только год назад. У нас, видите, раньше были клиенты, у нас в интернете, мы прям конфетка, а когда люди сюда приходили, мы стали замечать, что люди стали приходить платежеспособные, на помещение выглядело не очень хорошо. И сейчас к нам приходят очень платежеспособные клиенты, но мы сейчас только учимся с ними работать, потому что все ребята, я самый взрослый здесь, и все пытаются еще научиться работать с взрослыми платежеспособными людьми, так что ценник может вырасти. Я не против, но вырастет он в 200. Ну, предположим, будет здесь прибыль 200 тысяч рублей. Меня же не выручка интересует, мне интересует прибыль. Ну, что мы с тобой будем делить? 200 тысяч? 50. Вам отдам, 150 мои. Сфига это. Такое. Тут вот еще это, ну, сейчас к тем ребятам, которые думают участвовать в бизнес-акселераторе или нет. Вообще, если думаете, участвуйте, отправляйте заявку к нам на сайт. Вот еще аккаунт нашего акселератора, там в шапке профиля есть переход на сайт, на лендинг. Можно в описании этого блога перейти, там тоже будет адрес нашего лендинга, провалиться туда, заполнить анкетку. Тимур с вами свяжется. Тимур чтобы связался, да? Или ландыш. Ландыш. Это, конечно, серьезная тема. Нет, тема серьезная, ты готов? Честно делить вот так, если такого. 50 на 50? Может быть. А при этом ты готов вкладываться? Свои средства какие-то, я готов душу отдать. Это, знаете, как вот ребята, которые возле моря живут, они так любят. Это море для тебя, эти чайки для тебя, это небо для тебя. Слушай, можешь хотя бы шашлычка пожрем? Ну, как-то вот, да? То есть, это все понятно. Ты молодец, что ты готов вложиться. Я вижу, что здесь реально у тебя все, ну, там, ты все здесь отполировал. Здесь круглый. Идеально. Спасибо. Но, помимо того, что ты вложишь душу, ты деньгами готов подтвердить свои намерения? Я думаю, что вполне, если будет надо. По-любому будет надо. Если мы зарабатываем 50 на 50, значит, складываемся так же, правильно? Или нет? Нет, подожди, ты же бесплатно работать не можешь. Представляете, у тебя опыт, у тебя компетенции, у тебя бренд. И ты работаешь. Я вообще приходить не буду. Не обязательно, вообще не надо. Никому не надо. Вообще. Я заблокирую ваш. Вообще. Вы мне только деньгами дайте. Обещаю, все потрачу. Красавчики, открытые. Вот это вот настоящее предпринимание. Ну, это круто реально. Блин. Ну, я вот как считаю, да, это опять, если кто-то смотрит влог. Когда к вам приходит будущий партнер, возможный инвестор, там, ну, капиталист по факту, да. Вы должны готовы быть. Вообще, вы должны быть готовы к разговору, ну, от и до. Ну, то есть, вы должны в том числе уметь задавать вопросы. Не стоять, как мальчик, который отчитывается перед дядечкой, который пришел такой, скажет, ну, что там, сколько баблишек там будешь меня отгружать. Ну, то есть, это сразу слабая позиция, над которой хочется доминировать еще и еще и больше, больше человека закапывать. А ему уже потом не выкрутиться, там либо конфликтная ситуация, либо, ну, ладно, давай пока. Поэтому, это, ну, там, может быть, мы к вам придем. Может быть, да, скорее всего, мы к вам не придем, но к вам придет тот другой. Ну, там, если вы занимаетесь бизнесом, у вас есть два пути. Либо вы бабки возьмете в банке, и на ком вам придется поставить достаточно много. Либо притащите инвестора. Инвестора может быть мама, брат, друг, сват, хоть кто. Вот посторонний человек. Я вот Андрея вижу первый раз в жизни. Пять минут назад с ним познакомился. Ну, то есть, и от этого статуса ничего не меняется. Просто пришел мама, пришел инвестор. Мама, он, оно, неважно. Пришел инвестор. Ты должен быть готов к разговору. Я предлагаю, как? Я предлагаю вот такие вот условия. Ну, там, ты мне говоришь. Я говорю, слушай, а почему так? Ну, то есть, диалог, да? А почему ты считаешь, что именно так должен? У тебя должно быть четко, понятное объяснение, почему это должно быть вот так. При этом надо уметь слушать. Я, как инвестор, хочу что? Я хочу гарантии. Я хочу безопасности. Ну, то есть, я вижу, что ты безопасный. Я не вижу никаких гарантий. Ну, и при этом я вижу, ну, не очень большой привод. То есть, ты говоришь, ну, да, вот пять лет. Ну, да, вот то, да, все. Тут, наверное, правильнее будет сказать, что мы год в таком состоянии работаем. Вот, когда это уже премиальное такое место, хорошее. До этого к нам приходили 18-летние люди, которые копили на ту вируску. Люди, люди, 18 лет, которые приходили к вам, ой-ой, он, наверное, с вами по-другому разговаривал, ладно? Я всегда таки был, кстати. Я всегда так ищу. Нет, 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 ты говоришь, ну, там, привет, человек. Так что, ты же так не говоришь. Ты говоришь, хай, бро, там, или там, ну, там, привет, мужик, там, привет, старик. Приходят такие же 18-летние клиенты, но сейчас они в золоте в клиентах. Как я вижу вообще партнерство, да, для себя будущее. Так как вот мы ездим, тратим реально очень много времени. Очень, я смотрел. Да, Тимур у меня руководитель этого проекта, мой партнер в этом проекте. Мы хотим вкладываться с людьми, которые готовы тоже вкладываться. Но я говорю, минимум ваша инвестиция должна быть в будущий проект, ваше масштабирование 10%. Если вы не верите в собственный успех, то почему я должен в него поверить на 100%? Ну, это логика, да? Без проблем, 10%. Это понятно, это самая минимума. Ты бежишь километр, я 100%. То есть я согласен. Дальше я готов платить. У меня уже в голове более-менее формируется вот эта вот формула, это правило, то, что я должен платить человеку за то, что он, в принципе, создал всю инициативу, он обратился, он является владельцем компании, он носитель бренда, он основатель, он там владелец всех технологий. Ему за это надо платить, за его работу, за его созидание от 10 до 20%. 10% безусловно от прибыли при любом результате, 20% если он подтвердит результат прибылью той, о которой обещал. Ну, то есть ты мне вот, если мы сейчас с тобой сядем, ты мне будешь рассказывать, сколько возможно мы будем зарабатывать. Предположим, ты мне покажешь, скажешь, вот в Уфе мы будем с тобой зарабатывать 200 тысяч рублей чистой прибыли. Я говорю, хорошо, Андрюх, не вопрос, мы с тобой работаем 10 на 90, 90 мои, но ты получишь 20%... Да подожди ты секунду. Подожди, уметь слушаться. Татарский вариант. Да, да. 90%? А, простите. Еще раз, да. Я слышу, слушаю. Это жесткие переговоры, надо быть готовым к жестким переговорам. Ты готов, что тебе набьют морду, ты не обидишься. То есть тебя не изнасилуют, не унизят, а просто набьют морду, потому что, ну, просто взяли и набили, да. Еще раз, инвестор чего хочет? Инвестор хочет прибыли, хочет безопасности и хочет гарантии. Гарантий здесь никаких. Ну, в принципе, кроме тебя. Знаю я тебя 5 минут, считаем, гарантий нет. Дальше, я хочу безопасности. Ну, то есть я вижу, что здесь есть уровень. Ну, то есть надо присесть еще посмотреть твоих клиентов, посмотреть базу, посмотреть, как ты работаешь с базой, и, ну, там, выручки, вот эти отчетности, там. Ну, тебе ИП наверняка, да? Еще раз, мы вкладываем 90%, ты вкладываешь 10%. Арифметически, по-честному, мы должны с тобой разделить, ну, кто сколько положил, тот столько и забрал. Правильно? Так-то, да, правильно. Подожди, бездну. То есть мы, вот это вот очень важно. То есть, смотрите, да, либо нет, потому что сейчас конкретно идет разговор. А, это уже конкретный вопрос, да? Мы, мы сейчас, у меня нет у тебя никакого предложения, я тебе не предлагаю ничего делить. Ну, подожди, мы же знаем другу 5 минут. Да, понимаю. Я пытаюсь с тобой установить вообще какую-то коммуникацию, насколько ты мыслишь со мной в одной плоскости, насколько мы с тобой взглядами, ну, похоже. Ну, ты скажешь, слушай, чувак, это просто грабеж, я не согласен. И это будет твоя позиция, она будет твоя и правильная для тебя, правда? И здесь нельзя будет сказать, слушай, ты там, там, мудак конченый, оставайся своими змеями, пауками, я нахер отсюда пошел. Нет, это уважение, это твое мнение, ты мне ничего плохого не сделал, и я тебе. Поэтому я даю свою позицию, я говорю, если я вложу 90% сюда, в этот бизнес, ну, вот не именно вот в этот салон, в развитие других салонов, а ты вложишь 10, а арифметически мы с тобой должны делить прибыль 90 на 10, 90 мне, 10 тебе, правильно? Правильно. Отлично. Выдавили из пяттона утреннего кролика. Дальше. Андрей же что-то должен зарабатывать, ну, нахера ему такой вот, ну, там, пассажир, видя меня, который приехал, залез на вот этого худющего осла и говорит, эй, да, поехали, куда ты, давай быстрее, давай туда, давай сюда. Это, конечно, ему такой пассажир не нужен, он за это должен что-то получать. Теперь приходим к 7е. 10% ты получаешь дополнительно за свои компетенции, за бренд, за то, что ты вообще крутишь педали. Это безусловно. Предположим, ты поставил план по прибыли 200 тысяч, но сделал всего лишь 100. Ты не оправдал мои ожидания, ну, это, ну, не оправдал я не обязанного, ты, там, не, там, не самый близкий мне человек, и я тебе. Ну, результат же какой-то есть, я говорю, ну, окей, забери 10%, как ни крути, даже 60 тысяч если заработал, забери свои 6 тысяч. Меня интересует, ну, то, что ты мне обещал сделать, ты мне обещал 200 прибыли. При достижении прибыли в 200 тысяч ты получаешь дополнительно долю в бизнесе 20%. Вот насколько для тебя такие условия будут приемлемые? Мне просто нужна обратная связь. Вполне себе приемлемый, потому что я в себе полностью уверен, если мы договоримся о чем-то, я это сделаю. То есть ты готов работать 70 на 30 при идеальном раскладе, но при этом ты готов проглатывать даже моменты, где у тебя будет 80 на 20. И ты не будешь говорить, и не будешь, там, у тебя внутри никаких не будет колебаний, диссонанса, что, типа, какого хера, этот мужик, блядь, пришел, дал бабки. Я его больше не вижу, он ничего не делает. Еще мне там иногда, там, смски отправят, говорят, а что, где прибыль там, да? Не, ну, пару месяцев в любом случае придется поработать над этим, а потом уже через месяца 3-4 поставится бизнес полностью. Я рекламой шикарно занимаюсь, мы лучший топ вообще один по рекламе, мы везде, на баннерах, билдбордах в городе. Я не против, я про твое внутреннее ощущение. А внутреннее ощущение в порядке? Нет, нет, справедливость. Если эта сумма ваших вложений будет большая, и я буду доволен тем, что я вот имею, как сказать, вот, хорошая студия в Уфе, там, условно, там, или в належных чематах. Ну, сколько стоит вот студия открыть? Если вот с таким вот ремонтом, ну, миллион, это 3-4. 3-4 миллиона открыть. Это оборудование, реклама. Сколько такая студия будет давать прибыль? Ну, 200-150. Были месяца, когда у нас прибыль 200 тысяч была. Нет, давай будем реалистами. Давай не 200 говорить. Я так понимаю, 200 у тебя... В декабре, в январе. Нет, в среднем погоду у тебя в месяц. В среднем за год. Миллион двести. Миллион двести. Миллион двести у тебя, ну, 120, меньше, 100 тысяч. 100 тысяч, да. 100 тысяч прибыла. А нужно вложить 3. Ну, в такую же меру. Окупаемость получается 3 года. И это ты будешь разорваться над... Тебе вообще нахерд надо. Я бы вообще на твоем месте не парился, честно говоря. Я бы вообще не шагал бы в ту сторону. Да. А, где тебе 100%? Тебе вообще нахерд. Это микробизнес. Тебе надо сделать крутой большой бизнес. Зарабатывать не 100 тысяч в месяц, да? А зарабатывать лимон минимум. Я думаю, что мы займемся всей одеждой, потому что каждый из нас художник-дизайнер и будем продавать одежду. Так займись этим. А я уже занимаюсь. У меня уже коллекция продалась 400. Давай мы тебе поможем. Я подарю вам сертификат подарочный. Ну, можно разыграть его. Ну, не вам разыграете, например, в этом ролике. Где у тебя барху? Давай ему покажем. Значит, вот. Будет вот такая коробочка красивая. Кто снимает? Ну. Тут, получается, мы положим крем. Вот такую баночку. Это что такое? Это крем для заживления татуировки. Который сделают здесь у Андрея. Да. А можно не у тебя? Не лично. У меня тут вообще вот список наших услуг. Каждый мастер. Это сертификат? Да, подожди сертификат. Круто, как будет. Блин. Бархатистая бумага. Как я вот это все поняли? Руки убери, я знаю. На Акусум он будет. Это я дизайн делал и вообще я очень... Что? На какую сумму он будет? Пять тысяч рублей. Блин, класс. Ну что, вот розыгрыши никак не отпускают нас? Толстовочка еще. А, еще и толстовочку ты хочешь подарить? Вот такая. Татарский эдишен я называю ее, потому что у нас золотая вышивка. Очень ярко блестит. Смотрите, вот такая вот штуф кенте. Блин, подожди, давай мы разыграем два подарка. Разыграем коробку вот с этим кремом и сертификатом на пять тысяч рублей. И разыграем вот такую вот толстовку. Как называется? Калашников Тату Фэмили. Разыграем два приза за комментарии с вас. Внятный комментарий, стоит ли, как вы считаете, стоит ли мне вкладывать бабки в тату-салон? Насколько вообще вот этот бизнес безопасен для инвестора? Вообще, насколько это вообще... Ну вот у меня нет однозначного понимания. У меня есть, честно сказать, но вот стопроцентного нет. Мне хочется вложиться в такого классного, открытого, крутого пацана, как Андрей. Но с другой стороны, блин, меня останавливает то, что... Блин, давай мы лучше с тобой проект какой-нибудь замутим в Казани, а? Блин, я тебе точно говорю, тебе не надо никуда идти. Никакая Уфа, Никакая Ульяновская куда-то хотел. Тебе, блин, вот этим надо заниматься. Да, Вася займемся. Короче, у нас, видите, в неожиданном развитии вот это вот поворот, да? То есть мы попробуем с Андреем посчитать развитие одной из его направлений у нас здесь в Казани. Потому что бизнес-акселератор предусматривает в том числе постоянную съемку, что происходит с деньгами, как там выплывает неуплата. Я в Уфу ездить не буду точно. То есть, ну плюс, мне кажется, бизнес основан на человеческом капитале, особенно вот на твоем, он нуждается в постоянном контроле именно в твоем. Ну ты молодой еще, тебе нельзя это все отпускать. Ну успеешь ты это все отпустить, крылья расправить, сказать Уфа, там Москва, там еще там Нью-Йорк. Это все будет. 25 лет я, ну я 25 лет, блядь, что ты заговорился у него. Когда врать, начинаешь всегда заговаривать. Ну ладно, врать не буду, скажу, как есть. 25 лет я уже гонял, конечно, на Эмэля. На черном, новом. На самом деле. У меня был крутой бизнес. Ну я уже тогда, ну то есть там, так, по случаю поднялся, скажем так. Я просто 6 лет назад в Казань только переехал. Откуда? Из Узбекистана. А, да? Да. Я вот сейчас еду в Казахстан. И в Киргизию. Я сам в Киргизии родился, видишь? Тут тоже еще один чертка сидит. Так-то мы втроем получаемся. Примазывайся. Все, хорош ржать. Мы удаляемся, берем паузу, ждем ваши комментарии. Два приза на кону. С вас мега активность, внятная, без вот этого. А, да, вот с этим. Лайк, подписка, комментарий. Вот Инстаграм, ребят. Вот сюда, вот сюда отдолбаните. Напишите, какие они крутые. Вообще спросите цены, по которым они ремонтируют, хотел сказать. Делают татухи или сводят, на самом деле. Вообще думайте. Или персинг. Все, до следующей недели. Был ваш бизнес-акселератор. Пока.